Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 18 апреля, понедельник, шестой седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода читаем и размышляем над последней, согласно оглавлению, книгой Нового Завета апокалипсисом святого Иоанна Богослова. 10 стих 7 главы. «И восклицали громким голосом вот эти запечатленные, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу, и все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь», благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил мне, все облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Очень красивый отрывок, братья и сестры, где говорится вот об этих самых запечатленных, которые в 10 стихе высылают спасение Богу нашему. Слово «спасение» иногда еще имело такой оттенок победы. То есть, раз Бог совершает спасение, значит, это победа Бога нашего. Вот здесь можно тоже так, как вариант перевести. То есть, победа Бога нашего, сидящего на престоле, победит Бог все равно, несмотря на все трудности. Ведь напомним, братья и сестры, «Бокальвис» пишется в трудные времена, когда впервые открыты гонения на христиан в таком общеполитическом масштабе. И в будущем мы помним, что эти гонения продолжились. Можно сказать, что именно благодаря Домициану появилась основа этих гонений. Императору Домициану, который в 90-х годах I века стал действительно придавать огромное значение культу императора. Ну, тогда самому себе. И, соответственно, христиане судились именно за то, что они не поклонялись языческим богам, и в том числе и поклонялись богине Роме, которая символизировала сильную Римскую империю, и, собственно, императору, который тоже почитался как бог в Римской империи. По крайней мере, вот Домициан требовал такого поклонения. А в будущем, в общем-то, гонения христиан тоже касались во многом за их нелояльность к римской администрации, к императору, но положил начало этому именно Домициану. Это был конец I века, а мы знаем, что только лишь в начале IV все это закончилось. То есть в начале IV даже еще был тоже очень серьезный период гонений, очень страшный. Последний, но это, наверное, самый страшный, это при императоре Диоклетиане. А уже в 312 году, конечно, наступает эдикт императора Константина, который дает свободу христианам, ну а позже уже и христиане потихонечку становятся доминирующей религиозной группой, потом государственной религией. Но, тем не менее, вот три века гонений все-таки христианам пришлось перенести. И поэтому здесь книга Апокалипсис служит серьезнейшим утешением. Вот здесь и говорится, что победа Бога нашего, да, эти запечатленные говорят, что несмотря на все трудности, все равно победит Бог, даже если этого сейчас как бы не видно, если это сейчас не очевидно. И в 11 стихе сказано, что все ангелы, которые вокруг престола, и старцев, и четырех животных, пали перед престолом, поклонились Богу, значит, восславили, вот мы видим в 12 стихе, слава Богу. И потом, значит, в 13 стихе читаем, «И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли». То есть один из старцев, напомню, 24 старца, то есть пресс-свитера или по-латински сенатора, которые участвуют в этой небесной литургии, они спрашивают, а кто это такие запечатленные? И я сказал ему, то есть Иоанн Богослов от себя пишет, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Надо помнить слово «скорби» — это в первую очередь гонение, притеснение, греческое слово «флипсис». Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога, служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Очень интересный образ в 15 стихе «Братья и сестры». Опять же, как важно понимать, откуда действительно корень того или иного образа и представлять себе, как это красиво, а главное, не делать ошибок, когда мы, например, с вами принимаем какой-то образ за реальность. Вот здесь, скажем, написано, что сидящий на престоле, то есть Бог, мы помним, что это такое название Бога, отражающее его такую апофатичность, его недоступность, неописуемость. Будет обитать в них. Вот слово «обитать» — оно действительно очень-очень красивое, на самом деле. Что значит «обитать в них»? Слово, которое, собственно говоря, в библейской культуре, у нас оно перевело как «обитать», а в библейской культуре это слово, которое обозначает жить в палатке, в шатре. Это было то время, напомню, когда, собственно говоря, иудеи и молились в скинье, не имели еще своего храма, и сами жили в палатках. Это было во время их исхода, во время их путешествия из, соответственно, рабства египетского, землю обитаванную. И вот то время считалось, что оно было очень-очень прекрасным по-своему, потому что действительно Бог был всегда с ними, но они не привязывались, опять же, к одному месту, с одной стороны, а с другой стороны, отношения людей к Богу были тогда непосредственные. Вот мы помним, как только, в принципе, уже дело шло к завоеванию земли обитаванной, и потом, когда уже евреи там поселились, то у нас появляются судьи сначала, то есть люди, которые возглавили, но еще не были царями, но уже были такими лидерами иудейского народа. Но это еще было время все-таки тоже такой особой близости человека и Бога. А потом уже евреи захотели себе царя, как и все прочие народы. Вот у нас часто монархия превозносится как идеальный строй политический, но ведь если мы вспомним происхождение этого строя, то увидим, что здесь как раз была некая потеря этих самых-самых близких отношений с Богом, когда уже людям не хотелось быть просто под предводительством судей, а чтобы у них был царь, как у прочих народов. В общем-то, Бог через пророка Самуила тогда и сказал, что скажи людям, что не тебя, Самуила, то есть они отвергли, а меня, то есть самого Бога. Действительно, это уже был этап, когда люди хотели жить структурированно, политически, чтобы у них был земной владыка, царь, а не иметь непосредственное отношение с Богом. А вот то время кочевничества, жизнь в палатках, так сказать, оно и осталось вот таким красивым образом особой близости к Богу, когда вот они были, так сказать, вот в руках Божьих. Знаете, это особое ощущение, кстати, братья и сестры, вот вы, наверное, уже тоже помните, что храм, где я прохожу служение святых Петра и Февронии, сейчас он уже деревянный построенный, а, собственно, вот в прошлом году, в 15-м, с мая по декабрь, мы пока строился деревянный, служили в палатке, и до этого в этой палатке служили в Колпино. Так вот, ощущение действительно шатрового храма, когда еще нету, скажем, никаких коммуникаций, да, даже света, просто вот стоит палатка под открытым небом, и вот молитва непосредственная, да, близость к Богу, ощущение того, что ты полностью в Его руках, это действительно что-то невероятное. И вот как раз это слово, оно действительно носит этот оттенок, что сидящий на престоле, то есть Бог, будет обитать в них, то есть Господь будет с ними так же близко, так же непосредственно, как Он был когда-то с евреями во время их путешествия в землю обетованную. Вспомните, в Евангелии от Иоанна, есть в начале, в самом, в прологе, про Христа говорится, слово стало плотью и обитало среди людей, да, конечно же, это то же самое слово, да, и речь не о том, что Христос, когда воплотился, жил в какой-то палатке определенной, да, опять же, вот оно может быть неверное толкование, а в плане это красивый образ того, что Бог стал очень близок к человеку, Он воплотился, стал одним из людей, и вот это тоже выражено словом обитать. Ну и дальше, 16-17 стихи уже говорится о том, что Бог действительно утешит этих запечатленных, да, как здесь написано, сотрет всякую слезу с очей их. На сегодня мы с вами на этом прервемся, братья и сестры, и в следующий раз начнем читать 8 главу. Сегодня, напомним, мы читали 7 главу с 10 по 17 стихи. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великая отрада, и утешения, и наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое превыше небес.